Всем привет! Сегодня я придумала такую тему. Я, значит, сейчас пойду в магазин косметики, пойду в ритуаль, и там я найду визажиста, к которому я обращусь с таким вопросом. Как мне научить себя краситься? Что я должна купить? И вообще, какие советы, какие лайфхаки вы можете мне дать? Исходя из того, какие лайфхаки даст мне консультант, я приду домой и сделаю проверку этих лайфхаков. Сразу хочу сказать, девушку-визажистку я, естественно, сразу предупредила, что я снимаю видео, ну а как иначе, потому что я просто сую камеру в лицо, это было бы иначе очень странно, подходить к человеку с камерой и делать вид, что ничего не происходит. В общем, я ее также предупредила, что я снимаю видео, и что я, вне зависимости от того ее, какие будут советы, расскажу обо всем честно. Хорошие советы, похвалю. Плохие советы, скажу, что они нифига не работают, что это какой-то отстой. Поэтому сейчас отправляемся вместе с вами в ритуаль и смотрим, что она нам посоветует. К вашему типажу вот это такие теплые румяна, и будет очень красиво, если вы будете наносить на верхнюю часть скулы. Очень красивая теплая гамма нейтральных оттенков, и есть яркие акценты, и также есть красивые съешечки. Такая нудово-коричневая гамма с розовыми акцентами, они будут красиво соцсоциаться с вашими волосами. Вот этот цвет как основной, вот этот цвет как раздушевку, а этот цвет как украшение к вашему макияжу. Бега очень красиво будет вот этот, вот в перемешку вот с этим, вот к внутреннему углу глаза. Верхние ресницы, они очень плотные и длинные, но нижние у меня инвалиды просто, иначе я не могу сказать. Есть, может быть, какой-то совет, как с этим бороться, и какую бы тушь вы посоветовали? Красим нижние реснички сперва вниз, дигзагообразными движениями. Сперва мы красим сверху вниз, а потом красим снизу вверх, то есть мы поддеваем снизу реснички, как бы их приподнимаем наверх. Зигзагообразными движениями проходимся, и потом кончиком добавляем именно объема. И будет очень красиво, если вы будете ее наносить пальчиками, вбивающими движениями. Вот так вот. Берем хайлайтер и плоской частью вот такого плана кисти наносим на выступающую часть скулы. И создается очень легкий эффект такого живого сияния, без перебора. Наносим хайлайтер на выступающие зоны лица. Чтобы сделать ваши глаза больше, хочу вам показать вот такой нежно-розовый карандаш от L'Etoile. А его прямо на слизи стоит наносить. Будет очень незаметно. Пробуйте тон нанести на шею, вот на эту вот зону. Потому что у очень многих людей тон шеи отличается от тон лица. И здесь мы можем подобрать идеальный оттенок. Кстати, перед каждым предменением тона лучше его всегда встряхивать, чтобы он лучше наносился. Он в нейтральном холодном оттенке. Идеально поддет под ваши брови. И он похож на цвет ваших корней. А от этого именно нужно отталкиваться. Чтобы цвет геля был похож на цвет корней, а не на цвет волос на бровя. Набираем на плоскую кисть. Вот так не делаем. Не делаем. Не делаем. Это плохо. Если мы хотим исправить свое лицо, как-то его скорректировать, то лучше так не делать. А носить так, как мы хотим видеть свое лицо. То есть мы рисуем новую скулу. А если вы делаете вот так вот, это ваши же скулы. Берем пакет. Это тональный крем. А теперь, вспоминая слова нашего визажиста, проверяем его сначала на шее еще раз при дневном освещении, а потом наношу на лицо. И, соответственно, здесь все будет очень просто, потому что тон мне или подойдет, или не подойдет. Ну, на шее стоит отдать должное. Это реально просто один в один мой цвет. Даже вот такой вот халтурной растушевкой, это очень похоже. И теперь буду носить его на лицо. Вы это видите, да? Что сказать, этот лайфхак работает, и это совершенно точно, потому что тональный крем идеально подошел под мою кожу. Еще хочу отметить то, что мне нравится эффект, который достигнут при помощи этого средства, потому что кожа выглядит влажной. И я очень надеюсь, что этот влажный блеск будет сопутствующим эффектом этого тональника, и он никуда не уйдет. И не превратится, конечно же, в жирный блеск. Кстати говоря, для канала Литуаль я недавно сняла видео с проверкой бьюти лайфхаков. Та самая, одна из ваших любимых рубрик на моем канале. И поверьте, вам есть на что посмотреть, потому что там есть даже годные. Ссылку на это видео я оставлю вам в описании и в первом изглепленном комментарии. Реально, просто зайдите, посмотрите. А еще маленький спойлер. Нет, ладно, это будет в спойлерище. Внимание, спойлерище. Там проводится конкурс. Точнее, там проводится информация о конкурсе, как получить просто годовой запас косметики. Поэтому обязательно после того, когда смотрите это видео, и желательно поставьте ему лайк, ну это на прошлое усмотрение, обязательно подписывайтесь на инстаграм-аккаунт Литуаль, на канал Литуаль, и смотрите это видео, потому что там вы узнаете о том, как получить эту косметику. И да, шансы реально на победу есть. Очень многие. А давайте дальше приступим к теням. Эти тени я проверить очень давно хотела, а тут еще так вышло, что мне даже целый туториал дали. Так я переоденусь, пойду. Не уходите. Итак, этот цвет используется как основной цвет. Дальше растушевываем с помощью вот этого вот нежно-розового цвета. Пока, конечно, не очень понятно, как это будет с моими волосами, учитывая, что у меня волосы холодные достаточно, а тени прям ядром теплые. Ну посмотрим. И теперь в качестве украшения мне посоветовали использовать вот эти вот блестящие золотистые тени. Теперь нижнее веко. Мы должны сделать, скомбинировать вот этот цвет и вот этот цвет, таким образом, чтобы к внутреннему уголку глаз выходил вот этот вот сероватый оттеночек. Знаете, с самого начала я подумала, что эта палетка мне вообще не идет. Но сейчас я смотрю, и я понимаю, что я, наверное, все-таки ошибалась, и мне нравится эффект, который я вижу на своих глазах. Я честно скажу, мне нравится, но мне реально нравился всегда эффект воспаленного глаза. Макияж, который мне подобрали, он, собственно, полностью соответствует тому, что мне лично нравится. Поэтому будет очень интересно услышать ваше мнение, как вы считаете. Вам нравится, как на мне смотрятся эти тени или нет? Можно ли считать в данном случае совет визажиста оправданным, или все-таки не совсем, и нужно было подобрать другие оттенки? Тушь. Сначала красим нижние ресницы. Я, кстати, обычно всегда красила верхние, но мне сказали, что нужно делать именно нижние. И красим их зигзагообразными движениями по направлению сначала вниз. И теперь нужно взять кончик шеточки и как бы склеить реснички между собой. Лайфхак, который заслуживает от меня лично и 10 из 10 сердец по шкале сердец и любви. Предлагаю сейчас, сейчас, сейчас взять вот это. Ладно, шучу. Это я взяла не оттуда. Спойлер парам, 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 пара-ра-ра-рам. Это мой прождественский бьюти-бокс. Там будет 20 предметов. Возможно, будет больше. Стоить он будет столько же, сколько стоил первый. То есть, здесь половина тысячи рублей. И пока что я покажу вам маленький-маленький спойлерик, что же вы там сможете найти. Я реально собрала для вас, мне кажется, просто половину косметического рынка, который только существует, чтобы вы были счастливы к Новому году. Поэтому в скором времени я расскажу об этом подробнее. А пока, пока вот так. А еще очень важный момент. Эта коробочка не собрана до конца. Несколько продуктов обязательно нужно добавить. Но добавлять эти продукты будете именно вы. Обязательно напишите мне в директ, чтобы вы хотели видеть в этом бьюти-боксе. И именно эти продукты я добавлю в них. Воспользуемся следующим лайфхаком. И увеличим себе размер глаз при помощи светло-розового карандашика. Этот лайфхак определенно точно работает. Я думаю, вы увидите все наглядно. И на самом деле этот лайфхак я знала уже давным-давно, потому что его часто используют всевозможные косплееры. А так как я всем этим увлекаюсь, я смотрела неоднократно видео. И этот лайфхак реально работает. И смотрите, очень важный момент. Если вы хотите увеличить себе размер глаз, сделать их больше, то вы должны использовать именно светло-розовый карандашик. Ни в коем случае не белый, потому что белый выглядит палевно. Он неплохо выглядит на фото и на видео, но в жизни, если вы хотите естественного эффекта, то используйте светло-розовый карандашик и прям обильно наносите его на вашу waterline. То есть на вашу... Вот эту вот зону, короче, забыл, как она на русском называется. Просто ужас какой. Следующий лайфхак очень интересный, потому что я о нем, например, никогда не слышала. Подбирать средства нужно не к вашим бровям, а к корням волос. И это очень интересно на самом деле. Сейчас проверим, насколько это похоже на правду, потому что мои, например, брови, они светлее, чем мои корни. И что из этого получится? Так, я вижу то, что бровь стала более серой. Без лишних слов работает. Но при этом, если мы говорим, например, о платиновом блонде, то есть прям совсем белые-белые волосы, то я не могу сказать, что мне всегда нравятся белые-белые брови, когда волосы здесь белые, здесь брови белые. Это, ну, конечно, очень хай-фэшн выглядит, но для повседневной жизни даже не знаю. Очень интересно узнать, как вы вообще подбираете себе средства для бровей, потому что я обычно просто ориентируюсь на цвет, соответственно, бровей. Но теперь я понимаю, что когда ты подбираешь оттенок под цвет корней волос, получается куда более органично и естественно. Настала очередь румяшечек. И их нужно будет нанести сейчас чуть выше, чем линия скул. То есть вот таким вот образом, прям наверх скулы. Если честно, так я румяны еще не наносила, но сейчас посмотрим. Блин, они оказались тут пигментированными. Я конкретно переборщила. Фак, сейчас буду перекрывать их тоном. А здесь сделаю нормальные. Вот так вот выглядит румяно, ну, что сказать, вполне естественно. Но я не могу сказать, что это какой-то мега вау-лайфхак. Выглядит просто очень свежо. Я так обычно не крашу. Обычно я крашу вот так вот и прям вот сюда вот, чтобы закрыть мою впалую щеку, мои вонючие скулы. А теперь вопрос о вонючих скулах. Следующими моментами у нас с вами пойдет два в одном. Хойлайтер, окасьяшечка и сразу одновременно контуринг. Давайте начнем с контуринга. Что ж, здесь придется опять выводить контуринг наверх. Главным образом мы не делаем с вами вот так. Скорее всего, в моем случае это будет плохо, потому что скулы и я это вещи печально совместимы. Хотя людям нравится. Я не верю, что я говорю это, но такое нанесение мне понравилось гораздо больше, чем когда я обычно раньше рисовала скулы, когда не нужно было рисовать скулы, но зачем-то я это делала. И я рисовала их вот сюда. Но так я не делала, но я, тем не менее, вот сюда вот их наносила. И это выглядело реально болезненно, стрёмно в моем случае, потому что реально вот тут золото у меня очень впало. А тут получается бах, и вроде как скула появилась, а вроде как будто я не выгляжу сильно болезненным. По-моему, это реально крутая тема. Вообще, оказалось бы так просто, а в то же время, почему я этого не знала? Ну, теперь мы с вами знаем больше. Фига, он сияет. Это не то, чтобы сияшечка, это просто всем сияшечкам царь. Берем кисть такого формата. Обычно, кстати, я крашу хайлайтер такой, кисточкой. Так, наносим. И далее, по словам визажистки, я должна наносить его вот такими вот втирающими, полирующими движениями. Ну, так пару раз еще в магазины схожу в разные, и вообще краситься научусь. Знаете, что я отмечу? Замечали ли вы у хайлайтера иногда такую проблему, что он подчеркивает все текстуры кожи, все неровности, и даже иногда бывает, вот обмажешься хайлайтером, у тебя вроде как нет причины, все равно такое чувство, что у тебя какие-то бугры. Так вот, когда я воспользовалась вот этой вот кистью, я этих бугров, этих неровностей не вижу на моей скуле вообще. При этом, с этой стороны, где я намазалась этим вот веером, как я обычно всегда делала, я реально вижу, что у меня вся текстура кожи, какие-то там кратеры, бугры, вообще все, что вот могло быть плохое на моей коже, что не видно при ближайшем даже рассмотрении без хайлайтера, все это подчеркнулось. Видите, вся текстура, она подчеркнулась. С этой же стороны просто вот линия блеска. Не, реально, еще пару раз так сходишь на консультацию к визажисту, и краситься научишься. Помаду мне подобрали вот такого вот цвета, и порекомендовали ее носить, в принципе, в данном случае, так же, как я наношу ее сама, на центр губы и растушевывать пальчиком. Что ж, такой макияж у меня получился. Все лайфхаки, которые мне рассказали, были, как минимум, очень интересными, и мне кажется, что они будут очень эффективными, и самое приятное, что очень легко их повторить. Так что, если вы нашли для себя здесь что-то полезное, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, тык, и, естественно, я жду вас в моем инстаграме, где я более подробно расскажу вам про это, вот про это. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока, до новых встреч!